Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Мы рады приветствовать вас на нашей образовательной площадке. Сегодня вебинар для учителей начальной школы. Мы протестировали связь, все видно и слышно, эхо сейчас исчезнет, фонить не будет. Это эффект двойного подключения лектора и модератора. Поэтому, коллеги, как только я приглашу к разговору нашего лектора, я отключусь, и эхо не будет. Сегодняшний вебинар посвящен разбору основных типов текстовых задач на движение, на работу. И проведет вебинар Кондрашова Зои Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования Южного Федерального Университета. Материалы сегодняшней встречи, это презентация и видеозапись, будут размещены по завершению вебинара на нашем сайте. Ссылку я чуть позже дам в чате. Сертификаты участника начнут поступать автоматически, также по завершению вебинара, на вашу электронную почту. Уважаемые коллеги, если у вас будут поступать вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Ну, а я желаю всем успешной работы и передаю слово нашему лектору. Зоя Михайловна, пожалуйста. Зоя Михайловна, пожалуйста. Спасибо. Я надеюсь, меня слышно. Во всяком случае, компьютер показывает, что звук идет. Я еще раз приветствую всех, присоединившихся к нам. Я очень рада, что интерес к вебинарам не пропадает от вебинара к вебинару. И сегодня у нас, как было сказано, такой вебинар, который как бы подводит, ну, небольшой такой итог всему тому, что было показано по задачам. Я напомню, мы с вами разбирали вообще общие подходы к методике работы над задачей. Мы с вами разбирали, как строить схемы к простым задачам, обсуждали. Я высказывалась, какие идеи, наработки есть в этом плане, и мои собственные, и то, что присутствует сегодня в интернете. И сегодняшний у нас такой достаточно серьезный блок по задачам, связанным с задачами на движение и задачами на совместную работу. И прежде чем переходить непосредственно к составным задачам названных типов, мне бы хотелось вам напомнить, ну, буквально несколько слов по тому, что уже было нами сделано. И не просто напомнить, а как бы вот соединить в целое, да, чтобы материал, который я представляю, был некий такой, имел целостную форму и логическое начало, и логическое окончание. Я начинаю раздавать экран. Буквально минутку сейчас компьютер подтянется. Просит подождать, идет настройка на раздачу экрана. Так, начать показ. Да. Так, ну, вот у меня уже написано, что экран раздается. Я раскрываю материалы сегодняшнего занятия. Чуть-чуть их увеличу, чтобы было понятно. И еще раз напомню. Мы с вами разбираем в начальной школе и потом продолжаем эти же задачи в среднем и старшем звеньях обучения. Как разделить задачи, которые мы рассматриваем, самые такие сложные, на мой взгляд, по процессу, который заявлен в этих задачах. Первый процесс – это процесс покупка. С этим процессом учащийся сталкивается уже во втором классе, когда вводится понятие умножения и деления. И я хочу обратить ваше внимание, что формулы для данного процесса выстраиваются с помощью заглавной буквы каждой величины, которая входит в данный процесс. То есть величины, цена, количество и стоимость. Почему так делается? И почему именно с этого процесса начинается разворачивание серьезных задач, я обращаю ваше внимание. Причем чем старше ребенок, тем сложнее почему-то ему поддается пониманию процесс. Хотя вроде бы, как формулы отработаны. Самые несложные задачи на покупку, на процесс покупки, задачи, появившиеся во втором классе. Почему для ребенка несложно? Да потому что он просто встречается с этим процессом, ежедневно сам ходит в магазин, и это ему доступно и понятно. И для вас представлено на слайде, какие величины характеризуются, как записываются формулы, и как хорошо бы отрабатывать самые типичные или ключевые, говорят еще, задачи по данному процессу. В виде таблицы очень уместно, удобно, и ребенок уже приобщается к построению таблиц. Следующий процесс, это процесс движения. Процесс движения появляется в третьем и четвертом классах, или четвертом, в зависимости от того, по какому МК работаем. Но если вы сравните предыдущий процесс и этот процесс, то увидите логическую аналогию такую между величинами, которые присутствуют. Ну что такое количество, наверное понятно, да? Что такое стоимость, это вот мы отдаем деньги за всю покупку. А вот что такое цена, это стоимость единицы товара. То есть цена комментируется в величинах, количества и стоимость. Цена, это стоимость единицы товара. Если мы смотрим на процесс движения и тоже анализируем величины, время и расстояние, то что такое скорость, да? Это расстояние в единицу времени, да? То есть новое понятие. И проводя дальше аналогию, что такое у нас будет производительность? Что это такое? Это объем работы в единицу времени, правильно? То есть это очень важно. Вот у нас хоть три абсолютно разных процесса покупка, движения и работа, но они характеризуются очень похожими величинами, да? И даже если мы на формулы будем внимательно смотреть, то формулы тоже очень и очень похожи в данном случае, но по каждому процессу свои характеристики, свои обозначения, поэтому, естественно, остается, может быть, и арифметическое действие, но наполнение формулы меняется. Ключевые задачи следует решать и показывать учащимся тоже с помощью таблиц в данном случае. Очень важно, да, обратить внимание детей на вот эту вот взаимосвязь. Процесс работы рассматривается, к сожалению, не по всем УМК, не во всех учебниках математики для начальной школы процесс работы есть в том виде, в котором бы хотелось. Да, ну, хоть чуть-чуть все-таки задачи встречаются. К сожалению, многие авторы учебников боятся термина производительность, пытаясь его заменить какими-то другими терминами или полным названием. Вот столько-то сделали в единицу времени там деталей, я не знаю, скамеечек, стульчиков там и так далее. Это, на мой взгляд, неправильно, потому что ребенок уже с этой позиции, с этих вот, с четвертого класса должен понимать, вот с чем он сталкивается и что именно эти задачи потом ему будут встречаться. И еще одна важная особенность по задачам на работу. Объем работы можно обозначать как буквой В, так и буквой А. Каждая из этих формул она верная, и каждая носит свою методическую суть, что ли, или методическую цель, преследует. Если я обозначаю объем работы буквой В, то я подтягиваю под известное обозначение объема, которое встречается вот в геометрических величинах. Если я обозначаю буквой А, то я подтягиваю обозначение под те обозначения, которые в последующем будут в физике. Вам изобретать ничего не надо. Вы пользуетесь теми обозначениями, которые предлагаются в пособии по математике, которыми вы пользуетесь в данном случае. Если в пособии введено В, вы выстраиваете формулу так, как у меня показано, с буквой В. Если в пособии введена А буква, то вы выстраиваете формулу так, как показано, с буквой А. И также все эти процессы или все эти ключевые задачи отрабатываются на таблицах. Ребенок видит зависимость и понимает, каким действием нужно находить ту или иную величину, присутствующую в каждом из этих процессов. Итак, три процесса. Покупка, движение, работа. Каждый из процессов характеризуется своими величинами. Каждый из процессов содержит формулы. Но если в первом процессе покупки мы не вводили специальное обозначение, потому что это был второй класс, и цель там была отработать сами формулы, то в движении и работе мы вводим специальные обозначения и уже красиво вводим соответствующие формулы. То есть дети уже развились до такой степени, где мышление у ребенка развито до такой степени, где это уместно вводить. Следующее, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание. Формулы обычно запометаются не очень быстро и обычно сложно. Я вот сейчас произнесу фразу, и вы, используя эту фразу, в принципе найдете под себя материал в любом поисковике в интернете. Вот то, что вы сейчас на слайде видите, это называется мнемонический треугольник. Мнемоника, она позволяет запомнить те или иные формулы ну как можно быстрее. Вы видите мнемонический, вы прям так можете бить. Мнемонический треугольник для запоминания формул. Вот тут треугольник представлен для задач на движение. Следующий вот треугольник представлен для задач на работу. Вот тут видите, производительность она в виде объема, штук в минуту. Я вам советую производительность для младшего школьника все-таки использовать буковкой П, но тоже, чтобы легче было запоминание. И, конечно же, вот эти вот треугольники нужно делать под себя. Такие же треугольники есть и на цену, количество, стоимость. Ну, я вам очень советую обратить внимание на вот такую визуализацию процессов. Эти треугольники очень и очень помогают вот работе с запоминанием формул. Причем вот стоит знак, да. То есть, если, давайте порассуждаем, чтобы найти путь, нужно скорость умножить на время. Правильно? Чтобы найти скорость, что нужно сделать? Нужно путь разделить на время. Чтобы найти время, нужно путь разделить на скорость. То есть, вы не просто как картинку должны показывать учащимся этот треугольник, но вы должны еще и комментировать, как этим треугольником пользоваться. И я вам советую такие треугольники начинать показывать с процесса покупки. И потом, может быть, даже попросить детей, вот в формате такой проблемы, попросить детей по формулам на скорость придумать самим такой треугольник, а потом только посмотреть, а верно ли они придумали. Да, аналогично можно провести работу и по задачам на процесс работы. Вы тоже предлагаете учащимся те формулы, которые представлены, вот одеть вот в этот мнемонический треугольник. Мнемоника – это приемы, позволяющие быстрее запомнить ту или иную информацию. Следующее, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, это, конечно же, на задачи на движение. И в данном формате я не просто обращаю ваше внимание на задачи на движение, но и предлагаю литературу, которую выпускает издательство «Легион». Вот титульный лист этого пособия вы видите перед собой, ВПР-справочник математики. И на страницах этого справочника, вот в частности страница 78, представлены схемы к задачам на движение. Причем очень важно, что рассмотрены виды движения. Встречные, в противоположных направлениях, с отставанием и вдогонку. Разный-разный характер движения представлен в виде схем, и потом под каждую схему приведен пример, как работать с этим материалом. Сначала вы показываете и отрабатываете формулу на таблицах и на мнемонических треугольниках. Потом по несложным заданиям на разный вид движения вы предлагаете вот такие вот несложные схемы, и показываете, как с ними работать, и вам поможет в данном случае данное пособие. И следующий шаг я бы очень вам советовала, это учебник Петерсон, 3-4 класс, авторы предлагают более серьезные схемы. И сам подход авторов очень интересен в данном случае. Авторы не просто предлагают схемы, они перед вами, это схема из учебника Петерсон. Они не просто предлагают, они просят составить по схемам задачи и решить их. И что ты замечаешь? И замечает ребенок, что все задачи обратны друг к другу, то есть первые начинаем, все остальные три обратные задачи. Мало того, что учащиеся творят при работе такой, они еще и анализируют категорию двигающихся объектов. То есть не просто придумывают задачу, а задумываются о том, кто может двигаться со скоростью 4 км в час, 5 км в час, 15 км в час, 20 км и так далее, обосновывая свои рассуждения. Вообще работа очень интересная происходит. Вот по материалам данных таблиц. И как бы выделяя этапы, можно сказать, вот сначала показала зависимость между величинами, показала, как запомнить формулы с помощью мнемонического треугольника, показала с помощью пособия справочника, который был представлен, показала работу с несложными схемами, и потом уже совершенствую материал, показываю сложные достаточно схемы. И анализ этих схем, это тоже очень важно. Нужно представлять анализ схем. Обратите внимание, что вот здесь схемы четко составлены в каком плане. То есть объект движется со скоростью 4 км в час, 5 км в час, и флажок стоит ближе к тому, кто двигается с меньшей скоростью. Это принципиально. Положение флажка, это очень важно. И если возможно проанализировать положение флажка, то есть даны скорости двух двигающихся объектов, это надо делать, а не просто лепить хаосом этот флажок, потому что дети, к сожалению, очень сильно визуализируют, и могут, если вы, не дай бог, поставили на середину пути этот флажок, а в задаче ничего об этом не сказано, они, к сожалению, будут решать задачу, именно опираясь на то, что вот они увидели, и флажок стоит на середине. Следующий блок схем. Видим, да, тут встречное одновременное движение, да, тут одновременное движение в противоположных направлениях. И вот важный блок схем, обращаю ваше внимание, и я при работе со студентами, ну, в каком-то плане даже создаю проблемную ситуацию и спрашиваю, да, чем же отличается первый блок схем, да, от следующего блока, блока схем. Вот в чем отличие в данном случае вот этого блока, вот этого блока, да, от нижнего блока. Честно, не сразу студент понимает, не сразу отвечает на мой вопрос, я прошу выделить виды движения. И обращаю внимание на скорость, скорости объектов, ну, двигающихся друг за другом. Обе категории движения, это в одном направлении, правильно, да, одновременное движение в одном направлении, но если скорость объекта, который двигается сзади, больше скорости объекта, который двигается впереди, то это движение в догонку, да, то есть вот на флажке один объект догонит другой объект. Если скорость объекта, двигающегося сзади, меньше скорости объекта, двигающегося впереди, То это движение с отставанием. Как это определяется? Еще раз говорю по скорости. Анализ схем, определение категории движения. Это все очень кропотливая работа. Она постепенная. От примитивных схем до более сложных схем. И самый высокий уровень владения ребенком материалами, это именно умение составить задачу по вашему требованию. И потом естественно ее решить. То есть я вот сейчас закончу задачи на движение и подведу как некий такой итог. Следующее. То, что я вам говорила, когда разговаривали мы с вами об общих установках по методике работы над любой задачей. Это способы решения задачи. Способы решения задачи это по сути новые логические структуры мы выстраиваем. Вот с вашего позволения. Вот здесь вот способы решения представлены для... Сейчас чуть-чуть уменьшу. Чуть-чуть, чтобы было видно. Способ решения представлены для вот первой позиции в данном случае. Вот для вот этой задачи. Вот для этой задачи представлен способ решения. Вот схема 1. Из двух поселков, это придумано студенткой, задание студентами придумано. Из двух поселков, расстояние между которыми 100 километров, одновременно в одном направлении выехали два автобуса. Скорость первого автобуса 30 километров в час, второго 60 километров в час. Какое расстояние будет между автобусами через 3 часа. И первый способ решения это логический, логический, вот один подход. То есть мы находим скорость первого автобуса, мы находим... Не скорость, прошу прощения. Путь первого автобуса, путь второго автобуса, да. Потом находим расстояние от первого автобуса до второго поселка. То есть вот этот вот кусочек расстояния, сейчас возьму другой цвет, ну вот пусть будет зеленый цвет. Вот этот вот, вот эту часть расстояния мы находим, да. И потом мы, найдя этот кусочек, добавляем к 180 километров. Расстояние между автобусами через 3 часа. То есть вот этот прошел 180, вот этот оказался вот здесь. И вот мы вот это вот все расстояние находим. Схема та, но чтобы на ней не муливать, я вот на второй схеме вам показываю. Работаем мы с этой схемой. И очень важно, обратите, пожалуйста, внимание, это выражение, которое не содержит скобок. Это очень принципиально. Давайте порассуждаем. Глядя на это выражение, у нас первым действием будет вот это вычисление, вот оно первое действие. Вторым действием будет вот это вычисление, вот оно второе действие. Третьим действием будет разность, вот оно это третье действие. И четвертым действием будет сумма, вот оно это действие. Составляя выражение к серьёзной задаче, вы обязательно обращаете внимание на наличие или отсутствие скобок, на порядок действий. Если вы вот здесь добавляете лишние скобки, то ребёнок может запутаться. Составление выражения – это операция, обратная тому, что вычисли, используя порядок действий. То есть, найди значение выражения, используя порядок действий. Но, к сожалению, мы отрабатываем составление выражений только в задачах, заданиях, в учебниках. Например, задания вычисли, используя порядок действий, а потом обратное задание по действиям состава выражения без задачи. Я таких заданий, к сожалению, в учебниках не встречала. И поэтому механизм работы с выражением, он тоже очень важный. И чем сложнее задача, чем больше в этой задаче действий, тем сложнее механизм работы. Но я хотела бы обратить ваше внимание на вот эти вот тонкости, они принципиальны. Они логично тогда ложатся в голову ребёнка и не вызывают в дальнейшем путаницы. Давайте посмотрим на второй способ решения. И во втором способе решения у нас есть ещё особенная скорость. Скорость, с которой один автобус отстаёт от другого автобуса. Как, вот услышьте меня, пожалуйста, и поймите физику задачи. Если я из скорости 60, мы вот к этой схеме делаем картинку, да. Если я из скорости 60, вот 60, вычитаю скорость 30, то у меня тогда автобус, который двигается сзади, останавливается, у него скорость становится 0. А у этого автобуса скорость становится 30. И вот я и нахожу скорость, с которой отстаёт. То есть мы, когда мы находим скорость, с которой отстаёт один автобус от другого, мы тот, который сзади автобус, просто останавливаем, он не двигается. И потом мы рассуждаем относительно одного двигающегося объекта. Мы находим за 3 часа путь второго автобуса со скоростью отставания. И к 100 километрам, вот от этой точки, мы добавляем, сколько он прошёл со скоростью отставания. Вот 100 плюс 90. Это получается расстояние между автобусами через 3 часа. Я надеюсь, что я понятно объясняю. И опять обратите, пожалуйста, внимание на порядок действий. Первое действие – это разность. Вот оно заявлено, это первое действие. Второе действие – это мы значение разности умножаем на 3. Вот оно второе действие. Вот оно второе действие. И третье действие – мы к полученному результату добавляем, вот третье действие – это сумма. Мы добавляем 100. Вот оно третье действие. То есть, что бы мне хотелось подвести итог по этой задаче. Первое – это то, что если я говорю другой способ решения, это значит, у меня логика рассуждений совершенно другая, отличная от предыдущего способа. Второе – если я прошу учащегося составить выражение или оформить решение с помощью выражения, то я чётко слежу за тем, чтобы не было лишних скобок выражений. Это очень принципиально. Иначе у ребёнка каша в голове. Почему мы, когда решаем пример скобки, не нужны, а когда составляем к задаче какое-то выражение, мы лепим скобки безудержно, так скажем. И теперь, как бы мне бы хотелось подвести итог по работе над задачей. Итак, ещё раз, да, первое – блоком. Это всё разворачивается с третьего по четвёртый класс. Отрабатываются формулы с помощью задач оформленных в виде таблиц и с помощью мнемонических треугольников. Следующий шаг – отрабатываются схемы на несложных задачах, и в этом вам может помочь справочник ВПР по математике, картинку которого я показала. Следующий шаг – мы разбираемся. Выбираем сложнейшие схемы, сложнейшие схемы, и просим детей составить задачи по этим схемам. Схемы перед вами. Можно воспользоваться учебником математики «Петерсон», где взять на том волшебном сайте, который я вам уже рекомендовала, нашёл.ком. Там учебники в свободном доступе. Ну, пусть старенькие, но схемы найдёте. Следующий шаг – это отработка другого способа решения. Или решение задач различными способами. Очень интересная работа. Если сильный подвижный класс, если урок открытый, очень советую. Есть так называемые уроки – уроки одной задачи. Когда вы начинаете с несложной задачи и, работая с учащимися, творите и придумываете на базе этой несложной серию сложных задач. Тоже очень интересные материалы в разработке, в работе с учениками. Услышьте меня, пожалуйста. Это как рекомендация в данном случае. И последнее, что бы мне хотелось показать вам по работе с задачей на движение. Зоя Михайловна, здесь поступил вопрос. А не проще ли сразу ввести скорость удаления, так проще и короче? Когда сразу? А, сразу решать второй способ имеется в виду? Ну, это как и у вас дети сидят. Дело в том, что учителя, к сожалению, боятся и скорость удаления вводить, и скорость сближения вводить. Тут я не могу, проще, конечно, быстрее, но вы все равно должны показывать несколько методов, способов решения. И вот эти, мало того, что показывать способы решения, вы еще должны показывать, вы же видите, вот первый способ без скорости отставания, да, или удаления, как угодно называйте. Первый способ, он гораздо длиннее, чем второй способ, да, и нужно говорить, что используя эту скорость, мы как бы сокращаем процесс решения, более рациональный. Вот техника работы или технологии работы с такого рода задачами, да, лишь бы вы их не боялись. Дело в том, что многие учителя просто такого рода задачи опускают, мало того, еще вот эту специальную терминологию, скорость сближения, скорость удаления, вот, скорость отставания, вообще опускается, и ничего не комментируется учащимся, этого быть не должно. Вот, либо вы совсем, к сожалению, в учебниках морочи харда по этому поводу. Это вот прям мое вот такое вот мнение, то, что я там видела, там никакой ни системы нет, ни порядка нет, ни логики никакой нет. Там вот просто есть такие задачи, и то не все по типам. Поэтому я вам очень советую пользоваться какой-то дополнительной литературой, разбираться с этим материалом. Если ученики так созрели, чтобы вводить эту терминологию, вводить обязательно, обязательно вводить эту терминологию, но показывать два способа решения. Это важно. То есть вы тем самым мотивируете, а зачем вы вводите другую скорость, это тоже очень важно. Ввел понятие, и не понимаю, зачем ввел понятие. Ну, это вот мое мнение. Хорошо, если у вас классы, которые реально могут решать эти вещи. И я еще не договорила по материалам задачи на движение. Вот вы сейчас видите задачу из учебника Демидовой. Тоже вам советовал этот учебник. Очень корректный и красивый учебник по математике. Эта задача разобрана студенткой. Фамилия студентки Арслана Ваарины. Это четвертый курс, начальное образование, по-моему, или началка с иностранного. Вот, честно, не помню. Это студенты выполняют задания методического характера, такой методический практикум. Вы вот просматривайте, пожалуйста, задачу. Я буду комментировать, что же происходит. Это вот то, что вы сейчас видите. То есть зачем эти материалы? То, что вы сейчас видите, это то, как учитель должен готовиться к уроку, когда у него намечается серьезная задача. Вот вы видите текст задачи самой на уроке. Она взята из учебника задачи. Студентка определяет тип движения или тип задачи. И идет работа над текстом. Работа над текстом предполагает... Вспоминайте, пожалуйста, мы с вами обсуждали эти вещи. Я вам говорила основную методику работы с задачей. Вот сейчас я эту методику перекладываю на серьезную задачу. Идет работа над текстом. По тексту задаются вопросы. Учитель не просто продумывает вопросы, а должен четко знать ответы на эти вопросы. Они прописаны в скобках. По окончанию работы с текстом задачи, с условиями, с тем, что необходимо найти, выстраивается схема, то есть поиск способа решения. И от вопроса к задаче, к тому, что дано это анализ, в обратном порядке, это синтез. Вот, поиск способа решения должен закончиться планом решения. План решения это, по сути, те действия, которые необходимо выполнить, чтобы решить задачу. Очень важно. Очень важно вопросы анализа продумывать. Чаще всего учитель работает в формате синтеза. И тем самым решая за ребенка задачу. Вот все, что вы видите перед собой, это продумывается дума. Поиск способа решения, то есть продумываются сами вопросы в данном случае, но вы видите еще на них и ответы. Оформление решения может быть по действиям с пояснениями. Тут студентка забыла скобки сделать, ну, как бы не страшно. Оформление решения может быть выражением. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, вот выражение вам представлено. Оформление решения может быть с помощью таблиц. Я вам показывала эти таблицы и рассказывала, как с ними работать, с этими таблицами. Контроль проведенного решения в данном случае показывается обратная задача по материалам прямой задачи. И она решается. И обратная задача составляется с использованием просто схемы. Текст проговаривается. И очень важно, это подготовительные упражнения. Очень важно. О подготовительных упражнениях учитель задумывается уже после того, как разобрал. Все, что вы перед собой видите, это делается дома. Хотите, вот так же расписывайте. Хотите, просто для себя какие-то пометочки делайте. Но если задача у вас вот такого плана, составная и на движение, на дне нужно серьезно работать, а не вот с букты-баракты прийти на урок, сказать номер, попытаться решить теми двумя или тремя человечками, которые более-менее решают у вас задачи. Поэтому вот очень тщательная подготовка. Очень тщательная. Что такое подготовительные упражнения? Я смотрю на действия. Мне в действиях нужно найти скорость сближения. И время, через которое встретятся автобусы. Скорость сближения я подготавливаю детей и напоминаю, как ее находить. Это сложение двух скоростей. Вот перед вами предлагается найти скорость сближения вот двух объектов. И второе. Я должна вспомнить действие, с помощью которого мы находим время. Если у нас известно расстояние и известно скорость. Это вторая задача. Вот оно известно расстояние, известно скорость. Я напоминаю учащимся, каким действием находятся. Подготовительные упражнения, они при подготовке к уроку продумываются после того, как задача разобрана. А в процессе урока они появляются до задачи. Либо в устных упражнениях в начале урока, либо непосредственно перед решением задачи. Итак, учитель все это продумал. Пришел на урок. Подготовил на доске соответствующие упражнения. Проработал упражнения. Начинает работать с текстом. Вопрос-ответ, вопрос-ответ со всем классом. Составляет схему, но не сам. А просит детей предложить варианты схемы к задаче. Учащиеся предлагают свои варианты. Обсуждаем эти варианты. Выбираем более красивую, корректную. После этого разворачиваем поиск способа решения с помощью анализа и соответствующей серии вопросов. И заканчиваем поиск способа решения планом. Прям так и говорите. А теперь давайте план. Что же мы будем находить первым действием, что вторым действием. Проговорили план. Несколько раз повторили этот план. И после этого вы приступаете к оформлению решения. И опять в тетради на доске, если оформляется решение на доске, вообще, возьмите за правило, если оформляется что-то на доске, это истина в последней инстанции. Это образец. Вы ли это делаете? Ученика ли вызвали к доске? То есть материал на доске, это должно быть от и до. Если даже ошибка, ученик у доски допустил ошибку, вы должны попросить детей помочь найти ошибку. Сначала попросить ученика найти ошибку и так далее. То есть если на доске, то это прям вот делай как я. Вот должно быть так, как у меня на доске. Это важно. Не важно, это меловая доска или интерактивная доска. После того, как вы оформили решение, вы проводите контроль проведенной работы или контроль решения, чтобы не получился у вас несоответствующий условию задачи ответ. Если позволяет время, составляете обратную задачу. Если не позволяет время, обязательно, услышьте меня, пожалуйста, повторить основные шаги решения задачи. Обязательно повторить. Поскольку детки сидят разные, кто-то уловил идею, кто-то нет. И ваше повторение позволит всему классу еще раз сконцентрироваться и повторить соответствующий материал. Это то, что касается задач на движение и методики работы с ними. Абсолютно аналогичная работа происходит и с задачами на совместную работу, говорят, или процесс работы. В этом же пособии, в этом справочнике ВПР, вы картинку видите перед собой, есть вот такая вот страница, где отрабатываются основные задачи на работу. Показывается, как работать с величинами, которые заходят в задачи. И разбирается серия задач с оформлением в виде таблиц. Обычно задачи на работу оформляются в виде таблиц. А я вам напоминаю, да, еще раз логика ввела величины, показала в виде формул зависимость между этими величинами, да. Составила мнемонический треугольник, научила детей работать с этим мнемоническим треугольником. Разобрала по данному пособию вот несложные задачи на работу, дабы научить пользоваться формулами. И дальше я вам очень советую это разбираться со сложными задачами. И вот для вас тоже вот разобрана задача. Она взята из, не учебника, а из пособия по задачам. Ну вот, к сожалению, сейчас сходу не скажу, какое пособие, я просто не помню. Вы видите задачу, вот она под буковкой «Б». Вот. И опять работа не с тестом, а с текстом. Вот здесь вот ошибка. К сожалению, не увидела опечатки сразу. Вот опять работа идет, я еще раз напоминаю, вот любая задача, вот эти четкие четыре этапа работы. Работаю с текстом, составляю краткую запись, потом происходит поиск способа решения, заканчивающийся планом решения, потом идет оформление решения, потом запись ответа и анализ результата. Если есть время, составляем обратную задачу. Если нет времени, то обязательно возвращаюсь на все шаги решения к задаче, да. Еще раз перед вами задача. Составляются вопросы к тексту задачи. Работа после вопросов заканчивается краткой записью в виде таблицы в данном случае, то, что вот вам было показано в пособии. После этого с помощью анализа, да, работаю над поиском способа решения. И еще раз анализ, опять двигаюсь от вопроса задачи к тому, что дано, синтез в обратном порядке. От того, что дано к вопросу. Более качественно и более глубоко усвоен материал будет только когда вы работаете в формате анализа сначала. После поиска способа обязательно составляю план решения, да. Потом оформляю по действиям и оформляю выражением. Обратите, пожалуйста, внимание, никаких лишних скобок выражений нет, да. Поскольку последовательно выполняется. Это будет первое действие. И его результат поделим на 21. Это второе действие будет, да. Оформлять можно с помощью таблиц синтеза и анализа. Для тех, кто подзабыл или вновь к нам присоединился. Эти таблицы очень хорошо иметь при себе, уже заготовленные заранее. Можно с помощью этих таблиц именно и повторить, как решалась задача, предложив разрезанные вот эти таблицы учащимся на столах. И они как пазл собирают данную таблицу. Если знаю, могу найти решение. Очень тоже интересная работа, позволяющая ребенку немножечко осознать все то, что он только что проделал. Мало того, вы когда повторяете решение, дали каждому ребенку такую таблицу. Каждый ребенок собрал этот пазл. И вы, пройдя по классу, уже понимаете, освоена задача или не освоена. Если какие-то трудности, то нужно на них обратить внимание и как бы откорректировать эти трудности. И последний этап это контроль решения. С помощью обратной задачи вот в данном случае предлагается контроль решения. Если времени не хватает, то вы просто проговариваете шаги решения. И обязательно, когда готовитесь, вам следует подготовить задачи для отработки действия. Вот это мы находим расход горючего на 1 гектар. Правильно? То есть каким действием находится. А это общий объем, скорее всего, тоже каким действием в данном случае находится. И под эти вот вещи у нас заведены соответствующие подготовительные упражнения на материалах данной таблицы. Итак, подведу итог всему тому, что сказано и показано вам сегодня. Еще раз мы разобрали с вами задачи на движение и задачи на работу. Я обратила ваше внимание, что три основных процесса рассматриваются в начальной школе. Это покупка, это движение, это работа. Каждая из этих процессов характеризуется серией величин. Между этими величинами есть зависимость. Ее еще говорят пропорциональная зависимость. Или задачи с пропорциональными величинами. То есть это тоже верно, это тоже очень удобно пользоваться соответствующей терминологией. Основная схема работы с такими задачами. Вы сначала отрабатываете формулы. Формулы отрабатываются на ключевых задачах. Для того, чтобы ребенок заполнил формулы, мы используем мнемонический треугольник. Их очень много в интернете. Вы можете воспользоваться готовыми, можете создать свой собственный мнемонический треугольник. Ключевые задачи решаются потом с помощью таблиц. И потом идет отработка соответствующих величин на более сложных задачах. В задачах на движение это рассматриваются разные категории движения. А в задачах на работу рассматриваются разные объекты, совершающие работу. Тем самым и усложняется это, собственно говоря, материалы и задачи. При рассмотрении разных категорий движения, я считаю, что нужно вводить специальную терминологию типа скорость сближения, скорость удаления, скорость отставания и так далее. Использование специальной терминологии и соответствующих формул позволяет более рационально решать серию некоторых задач в данном случае. При оформлении задач обращаю ваше внимание на оформление с помощью выражения. И наличие или отсутствие скобок в составленном выражении должно быть очень корректным и вами продуманным. И обращаю ваше внимание на различные способы решения задачи, которые тоже должны быть показаны учащимся. Это важно, это принципиально, на это следует обращать внимание. И общая методика, которая представлена, и тот материал, который должны учителя подготавливать, прежде чем идти на урок, на котором имеется наличие такой задачи. И у меня вообще принцип не миллион задач решить за урок, а одну-две вот такой категории задачи, но очень качественно. Вот очень качественно, чтобы по сути не осталось у вас в классе ученика, который не понял решение такой задачи. Ну, это мое отношение, мое видение политики учителя, что ли, или подходов к построению урока и так далее. Ну, я бы на этом хотела завершить свое выступление. И я прекращаю раздавать страницы. Сразу скажу, что как только вебинар закончится, я подвешу в PDF-формате те материалы, ну, чтобы просто лишних вопросов не было в чате. Вот. И я внимательно слушаю вопросы, если есть ко мне. Так. Вопросов нет. Я, наверное, придавила информацией так сильно, что... Зоя Михайловна, да, вопросов не было на сети, которые были, вы уже ответили. В основном здесь благодарности и пожелания дальнейших встреч. Ой, остался, сразу скажу, остался один вебинар. Следующий вебинар – это логические задачи и подготовка к Олимпиадам. И серия пособий, которые предлагает в этом направлении вот данное издательство «Легион». Ну, немножечко поподробнее. Вот сегодня я показала одно из пособий, оно очень красиво ложится на ту информацию, которая вот была представлена на вебинаре. А вот по поводу дальнейших встреч, ну, народ, ну, ничего пока обещать не могу. Если и будут, то после Нового года. Ну, как бы. Если еще и вы скажете, что бы вы вообще хотели узнать, вообще было бы прекрасно. Мы бы промониторили материалы и смотрели бы, что интересно, так скажем. Ну, я пока вижу… Мы можем сейчас это и проделать, предложить нашим коллегам в чате написать темы, которые они хотели бы обсудить на следующих вебинарах. Причем, знаете, вот что я предлагаю коллегам, чтобы вы даже не думали о формулировках. Можете прям одни одной фразы там, там, алгоритм сложения, например, там и так далее говорить, а я уже буду сама додумывать и понимать, вот что. При решении любой задачи, подождите, любых задач советую детям представить ситуацию, описанную в задаче. Часто использую обратные. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой-ой-ой-ой. Часто использую обратные задачи для проверки решений. Для себя взяла на заметку корректное использование скобок при самостоятельном решении. И вы абсолютно правы. Лучше меньше, да лучше. Спасибо большое. Интересно, грамотно. Ну, спасибо за положительные отзывы. Реально, вот, ну, как бы это и подтверждает о том, что я хоть что-то знаю и могу помочь учителям, да, даже опытным учителям вот в своих высказываниях. И вот такие вот, то, что я вот вижу при работе вот студентов, при проведении тоже вот повышения квалификации, ну, не в формате онлайн, а в формате вот реальном, оффлайн. Решение логических задач я покажу. Это следующая наша встреча. Не переживайте. Также буду разжевывать, показывать, показывать серию задач, на какие обращать внимание. Методы более подробно буду показывать. Это следующая логические задачи, это следующая встреча. Логические задачи, по сути, работа с величинами, деление с остатком, олимпиадные задачи. Ну, олимпиадные задачи это в следующий раз, но не все, но какой-то блок будет. Но работа с величинами, это уже деление с остатком, вижу. Решение задач, повышенность трудностей, это вот все, мои хорошие, в следующий раз. Логические, олимпиадные, повышенные трудности. Ну, понятно, что весь массив не смогу охватить задачи, но какие-то покажу, ну, в связи с ограниченностью во времени. Вот, величины деления с остатком, деление с остатком, геометрический материал, это вообще особая тема. А, вижу, вижу, мои хорошие, вот, вот, вижу все, что вы желаете. Математические диктанты. Математические диктанты. Ну, математические диктанты, у меня прям пособие по диктантам было, я тоже вам могу показать. Ну, а если издательство Легион пожелает его переиздать, так вообще замечательно было бы. Учтем. Было когда-то пособие. Да, ну, сейчас с логическими давайте разберемся. И как подготовить КВПР по математике, мне кажется, нужно вообще... Я не знаю, ну, по-моему, кто-то у вас ведет вот этот блок вебинаров, как подготовить. Ну, вебинары у нас более-менее охвачены вниманием. Ну, вы сами видите, какая аудитория огромная собирается. Сегодня около миллиона, тысячи человек собралось, Зоя Михайловна. Поэтому голод ощущается информационный. Ну, да, да, вижу. Скажите, пожалуйста, после первого, что я не получила сертификацию... А, так, ну, это к модератору, пожалуйста. Я отвечу на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Ну, если больше нет вопросов, я сделала себе пометочки, что желают учителя услышать на будущее, да. И вот, а вы до следующего раза опять продолжайте думать, чтобы вы хотели услышать. Вот, и тоже будете высказываться. Следующая со мной лично встреча в этом году, наверное, будет, ну, завершающей. А дальше, ну, посмотрим, как быть и так далее. Вот, я могу выходить. Да, коллеги, следующая встреча 24 ноября. 24 ноября. Да. Во сколько сразу можем? 15 часов. 15 часов. 15 часов, да. Вот. Так, ну, тут уже пошло по сертификатам. Ну, с вашего позволения. Можно я выйду с трансляции? Я сейчас подтяну на платформу материалы, хорошо, и полностью покину трансляцию. Да, пожалуйста, Зоя Михайловна, как обычно. Да, пожалуйста, Зоя Михайловна, как обычно. Угу, угу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Так, ну что ж, уважаемые участники,